Слеза на цветочках шафрана на землю прольется росой. Сила в руках барана наделает много беды. Приветствую вас трицепсы креветки с вами Федорович. Мало какая улитка может прожить вдали от ракушки так и мало какой человек может понять всю силу мастера. В честь наступающего 2022 года с которым я и хочу вас поздравить и пожелать всего самого лучшего я решил сделать подборку топовых русскоязычных мастеров которые были на моем канале и получили невероятную славу. Я думаю таких выпусков будет где-то три так как мастеров реально много. Ну а сегодня вас ждет много интересного и чудесного. А начнем мы конечно же с зарядки. Братва, не витарем подправился. Теперь нас вольтем всегда. Сука, даже не попадаем. Ни хрена себе, вот это шарик. Так вот всегда бить приходится. Человек который тебя обижает. Ну а первым в нашем списке будет великий основатель невероятной Ханмуи и соответственно единственный град мастер. Ну так как больше этой дичью никто заниматься не хочет. Димуля Черносвитов. Для этого мастера все спортсмены низкомолекулярные неудачники, которые в жизни ничего не добились. Хоть ты чемпион мира, хоть ты олимпийский чемпион, хоть обладатель пояса UFC, хоть боксер-миллионер. Против хренмуиста ты ноль. Вы имеете ввиду спортсменов, да? Спортсмен существо низкомолекулярное. То есть по моему мнению спортсмены это люди, которые не имеют достаточно развитого интеллекта, да, для того, чтобы вообще что-то в этой жизни значить. Уровень ММАшников очень средний. Почему? Потому что они застревают в том самом детстве, в нашем детстве, да, когда они только пришли и более-менее наболотыкались немножко дрыгать ногами, да, и махать руками. Конечно, у мастера достижений в жизни море. Он убежал с родины, потому что там нельзя было спрятаться от бойцов и нужно было отвечать за свои слова. В карьере он также достиг больших высот, иногда подрабатывая сварщиком на заводе в Чехии. Ну и, конечно, в блогерстве у него огромные успехи. Ведь его канал, весь контент которого строится на разоблачении тех, кто разоблачил Черносвитова, а таких видео в ютубе десятки, если не сотни, смотрят тысяча человек. Это все очень нравится его подписчикам, которые верят мастеру и его экспертному мнению, знающему все и обо всех, и даже не проверяют правдивость информации. Он даже делал обзор на Скотта Эткинса, это актер, который играл Юрия Бойко в Неоспоримых, где сказал, что Эткинс не знает тэквондо и показывал, как надо бить. Ну, конечно, мастеру виднее. Ну, чтобы понять, кто такой Черносвитов, достаточно посмотреть его интервью на канале Боевых Ботаников и почитать комменты под видео. А то Димуля говорил, что мои подписчики малолетние идиоты. Хотя он и про зрителей Бобо может сказать тоже. И когда энергия пробуждается, ты потом уже не можешь открутить назад. То есть это абсолютно совершенно дорога в один конец. То есть нет такого, что ты тренируешься, у тебя больше энергии. Не тренируешься, у тебя меньше энергии. Когда я к этому пришел, это было независимо от меня. Это нужно было просто проделывать определенные упражнения. Боевое искусство, как раз это именно получается достижение вот этого самого состояния, ну, наверное, какого-то, блин, чуть не сказал, высшего разума. Вот это ощущение, когда ты можешь себе это использовать. То есть ты получаешь это как дар. Кстати, если вы не знали, именно этот мастер вызвал меня на бой. Но, как говорится, чем махаться вблизи, лучше ругаться издали. Поэтому я вызываю Виталия Варченко на бой. Тебе время недели на то, чтобы со мной связаться. Вот только беда в том, что мастер сделал этот вызов не мне, а своим подписчикам. А я про него узнал только через два дня от тех же преданных подписчиков. Но я сделал видеоответ, где предложил мастеру встретиться на любом промоушене и даже с одним уже договорился, чтобы это было официально в клетке с рефери. На что получил категорический отказ, обоснованный двумя вещами. Первое. Это то, что жопа мастера не продается, и он не будет выступать в промоушене. То есть эта чепуха заявила, что все бойцы UFC, Беллатора, Топ-Дога, Махача и всех промоушенам продажные жопы. А во-вторых, Черносвитову нельзя покидать свой унитаз силы дальше, чем на 200 метров. Поэтому он будет драться исключительно на заднем дворе своего дома, ну или в парке неподалеку. Куда все, кому он бросил вызов, или кого облил грязью в своей дворяно-быдляцкой манере, должны явиться. В общем, это так меня позабавило, и со стороны выглядит, как будто выходит Димуля с магазина, где затарил пивасик, а ему мужик на входе говорит, «Твоя ханмуя дичь, а ты обычный балабол». На что Черный молча уходит, а дома, закрывшись в туалете, бросает вызов и рассказывает, кто куда должен приехать, чтобы он, обиженный терпила, смог отомстить. Кстати, мои подписчики регулярно мне пишут, что Грандмастер после каждого запоя до сих пор вспоминает меня в своих видео и гордится своей великой победой. Да-да, мне было объявлено сокрушительное поражение, и Димуля закатил пир на всю кухню. Но я не выдержал такого позора. Выпил бутылочку коньяка и, не выпуская ее из рук, прозрел и понял, как нужно драться. Поэтому сам вызвал мастера на бой 10 раз, ну так, чтобы он не знал, конечно. А это с циклони приехало, поэтому я тоже объявил себе 10 побед. Так что, пацаны, все нормально, я побеждаю 10-1. В общем, честно говоря, мне уже жалко великого ханмуиста Черносвитова. Он везде видит заговоры, проплаченные про него видео. После каждого разоблачения у него так пригорает, что идет пена изо рта на очередном 4-х часовом стриме. А учитывая, что разоблачений на него десятки, можете представить, какой это стресс для пивного пуза. В честь Нового года хочется ему пожелать, чтобы когда он в очередной раз хапанет поток энергии через скрученную пластиковую бутылку после чешского пива. К нему пришло осознание того, что все это происходит из-за его длинного языка и чрезмерного аристократического эго. А по сути, он никому не надо и не интересен. И как только он перестанет нести чушь про реальных спортсменов и начнет различать бойцов от своих коллег-мастеров, про него сразу забудут. Но, наверное, этого мастер и боится, поэтому провоцирует всех подряд. Как говорится, человека можно обидеть, но лучше природы этого сделать невозможно. А узнать секреты мастера может не каждый. Но я узнал. И хочу вам продемонстрировать секреты великого чхарька и показать, на какие жертвы он готов пойти ради нашего с вами спасения. Я все равно делал. Все все равно. Мы будем ставить елку. Вот здесь где? Я думала, вот здесь вот, если вот к мату сюда сдвинуться. Да мы мату уберем, зачем? Нет, заниматься. После мату много. Ева, мы можем вообще вот здесь посередине поставить. Нет, посередине не надо. Елочку. Я подумала, подойдет. И вот эту снять вот, поставить туда, мешок снять, туда поставить. И сюда. Просто уже на кухне места нет. Не, не, потанцевать здесь можно было. Ведь халегари приедут. Какие халегари? Дочка приедет, другая, вторая. Вы слышали это, несчастные? Учитель готов пожертвовать мешком и местом для тренировок только для того, чтобы поставить елку и спасти Новый год. А желание мастера потанцевать меня удивило. Но я уверен, что стиль Змеи и Орла просто разрывает все танцполы. Ну да ладно, есть вещи, о которых на тренировках нужно говорить более серьезно. Это журналы на растопку. На растопку? Да, это журналы из ленты Слепки в охране, и он их носит на растопку. Если бы не мы дураки, кто бы вас умных заметил? А если бы не жалкие спортсмены, с кем бы великие мастера себя сравнивали? А сейчас я хочу, чтобы вы выбросили все лишнее из головы, сосредоточились и прислушались к звукам смерти от мастера. Слепки в охране Нас ждут великие дела, но мы-то знаем, что они нас не дождутся. А вот у мастера каждое дело великое. Открытие этого года невероятный, многоуважаемый, седовласый мастер. Он многому нас научил, очень многое показал, и мы все ему за это благодарны. Особенно за то, что доказал в очередной раз, что даже в глубокой старости можно быть еще тем жеребцом. В женитьбе есть много плюсов, но к ним нужно привыкнуть, а в старости их еще больше, но их нужно найти. Седовласый мастер, в отличие от своих одногодок, сказал твердое нет, домино и пиву во дворе, выбрав для себя путь уничтожителя молоденьких красоток. И это уже достойно уважения. Победоносные приемы деда поражают своей скоростью и жестокостью. Особенно, когда он начинает делать вертушки над поверженными жертвами, показывая свое полное доминирование даже над их, отлетевшими в происподнюю душами. Ну а вообще, дед, конечно, доиграется. И после его видео пенсионный возраст точно поднимут до 100 лет. Если вы думаете, что справиться с двумя молоденькими девицами это уже ого-го, то очень зря. Посмотрите, как мастер разделывается с пятью, нет, с десятью гопниками одним приемом. Субтитры сделал DimaTorzok Жирафа невозможно удивить березой, ибо он ее никогда не увидит. А мастер удивляет каждым своим приемом. Особенно, если бабка озадачит сделать какую-то работу по дому. Ну, например, нарубить дрова. Беда не в дураках и дорогах, а в том, что дороги строят дураки. А новые стили единоборств придумывают только лучшее. Прямо как этот стиль крысы из московского метро. Это видео прислал мне один из моих многоуважаемых подписчиков. На ваших экранах основатель легендарного и одного из самых эффективных стилей для уличной самообороны под названием крысов московского метро. Видео взято напрямую со страницы мастера, поэтому мы можем наслаждаться техникой не каких-то жалких учеников-последователей, которые обязательно что-то накосячат и начнут выдумывать всякую ересь, а истинным первоисточником стиля. Конечно, как самые красивые девушки появляются на пляже в последний день отпуска, так и вы познаете новую супертехнику, когда уже имеете огромный багаж знаний. Но ничего, святое лишним не бывает. Чтобы получить от жизни то, чего хочешь, человек должен измениться, а это самое трудное. Так же, как и мастеру признать свои ошибки. Вы часто удивляетесь, почему никто не придет к этим мастерам и не покажет им, что такое настоящий удар. Да потому что найти мастера очень сложно. Но есть отчаянные ребята, которые идут на бесконтактную смерть, ну и словесный понос. А ты изменил тактику, понимаешь? Ты запустил другой вариант. Посмотри, сколько у тебя блядствует. Ты посмотри, сколько у тебя мыслей сейчас. Ты видишь их? Вот я пошел, вот ты бьешь. Ты, во-первых, бил раном, понимаешь, тебе нужно бить, быстрее ударить. Что интересно, вот он бьет тогда. Ты понимаешь? Я вижу твоего подлеца, понимаешь? Но дело в том, что, ну, пускай он будет. Ну, нет у меня никакого желания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, поняли что-то из этого видео или вы и так уже мастер. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы, вы можете, став спонсором канала по ссылке возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите провести себя в форму и посмотреть серьезные обзоры боевых бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Там же вы можете забрать бесплатные видеокурсы по самообороне и муай-тай и подписаться на телеграм-группу Движуха с Федоровичем. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!